Здравствуйте! Сегодня делаем гозенаки. Это десерт такой грузинский, известный. Орехи и мед. Ну еще чуть-чуть что-нибудь добавим. Орехов я взял 250 граммов, отправляя их в духовку, ну где-то 160-170 градусов, минут на 20. Подсушить просто. А меда я взял, ну вот это действительно сложная проблема, сколько же я меда взял? Ну тут граммов так 150-200 вот в этом интервале. Разогреваю на не сильном огне. Он размягчается и закипает. Кипятить долго не надо. Помешивать надо всегда. Ну вот буквально секунд 20, может быть 30 он покипел, я его снимаю, пусть остывает. Вот что я хочу добавить. Я хочу добавить кардамон. Попробовать, я еще не пробовал так. Вот хочется. Такой оттенок, восточный такой, интересный. Вот такие зернышки в этих коробочках маленьких. Я их измельчаю, я попробую сначала небольшое количество. Потом приму решение, добавлять или нет. Второй раз ставлю подостывший мед на огонь. Чуть-чуть измельченного кардамона и капаю каплю меда на него. Мед отставляю опять, пусть остывает. Ну, пробую. Ну и принимаю решение, что я добавлю кардамон. Мне кажется, будет интересно. Орехи подсохли, пусть остывают. Их надо будет нарезать ножом. Мед еще раз прогреваю. Он, кстати, постепенно темнеет. Немного карамелизуется. Запах появляется у него интересный. Нарежу орехи. Это достаточно долгий процесс. Вот где-то полчаса я потратил на это дело. Вот видите, достаточно мелко режу. Ну, не то, что совсем миллиметровый. Ну, вот видите, вот как. Вот так. Можно немножко крупнее, кстати. Но там измельчать в мясорубке или еще в каком-нибудь процессоре это нельзя. Надо вот так, чтобы кусочки были выражены. Чуть-чуть масла растительного втираю его в доску. И пошел измельченный кардамон. Я, кстати, добавил семена кардамона из шести этих коробочек. Вот на все это количество. Еще добавляю сахар-песок. Быстрее пойдет процесс карамелизации и структура основы медовая он будет не столь пластичен. Более хрупким. Ну, как раз будет то, что надо. Итак, там мед добавление кардамона небольшое и сахар. Пошли орехи. Я еще не знаю, сколько орехов понадобится, поэтому добавляю сначала половину, немножко больше. тщательно размешиваю. Ну, все это делаю на огне несколько меньше среднего. Ну, вот видно, что можно еще орехов добавить. Добавляю еще. А те, что остались в тарелке, я не буду добавлять. То есть, примерно я использовал примерно где-то граммов 220. грецких орехов. Видите, происходит карамелизация по краям сковороды. Я мешаю его и интенсивно я постоянно это делаю. пошел такой запах хороший жареных орехов. Ну, все, выключаю. И выкладываю эту массу на доску, которую я протер растительным маслом. оливковым. Ну, оливковым, да. Оливковым. Чуть-чуть масла было. Прижимаю ложкой так, чтобы толщина была поменьше сантиметра. Ну, где-то миллиметров 7 примерно. Ну, я справляю остывать. Хорошо, что сейчас зима остыла достаточно быстро. Через полчаса или минут 40 достаю все это дело с балкона. Остыло, но не заледенело, не задубело. поэтому наш десерт еще пока достаточно пластичен. Его достаточно легко нарезать, что я и делаю. Подравниваю края, получается. И режу на ленты шириной сантиметра 4-3,5 может быть. А затем режу наискосок так, чтобы получились ромбики. Но если кто-то не помнит, как выглядит ромбик, можно резать на квадратики. Это вкусно. Приятного аппетита. Удачи. Пока.